Виктория, хотелось бы понять, а как мы можем противостоять злым силам в нашей жизни? Какие-то лайфхаки прямо из жизни. На самом деле, действительно, в противостоянии очень важно хранить мир. Это порой может быть сложно тем людям, которые находятся еще только в пути познания Бога, и у них может быть тяжелое наследие. Я себя вспоминаю, потому что я тоже не так просто шла к Богу, я переживала взлеты, падения. И ты очень часто можешь думать, что там твой эмоциональный упадок, свое самокопание, что это демоническое давление, что ты где-то там налажался, может быть, это Дух Святой тебе говорит, что вот ты такой-сякой не справился. То есть еще очень сложно различать, что хорошо, что плохо. Но Писание очень-очень много раз говорит нам о любви. Вот Юлечка очень хорошо говорила сейчас о том, насколько любовь исцеляет. И мы все в этой жизни пострадавшие, на самом деле. Нужно учиться принимать любовь от Бога, от друзей. То, что помогает ценить эту любовь, это чувство благодарности. Из нее вот исходит этот мир, это уверенность, что ты в Божьих руках, Бог тебя защищает. И строки Писания нас поддерживают, что незаслуженное проклятие, оно как ласточка вспорхнет, как птичка улетит. Оно не задержится в твоей жизни. Бог говорит, что до тысячи родов благословение Его на любящих Его, что у вас тысячная просто защита Божья, что те, кто с вами, гораздо больше тех, кто против вас. И основное — это уверенность в Божьей любви, в Божьей защите. То, что важно, это все-таки, если вы находитесь где-то в сомнениях, просто просить Бога, чтобы приносить покаяние, может быть, за те грехи, которые вы еще не знаете, совершили, не совершили. Но сказать, Господь, просто защити меня, я раскаиваюсь, в чем я делал неправильно, покажи мне, если мне что-то нужно исправить, я полностью доверяюсь тебе. И принимать после покаяния, принимать очищение и утверждение, что ты возлюбленный ребенок Божий. Мы все, сколько бы нам ни было лет, 80, 90, 16, 5, 30, 40, мы все дети для Бога, мы все малыши, можно сказать. И так много людей, которые, может быть, уже имеют седины, но в душе у них очень часто плачущий маленький ребенок, 5 лет. Поэтому Бог видит вас, и Он всегда вас готов пожалеть, Он всегда готов вас действительно поцеловать, обнять. В этом один из самых больших ключей защиты от демонических атак. Есть покаяние и принятие Божьей любви и веры, чтобы в вас был мир. Потому что в послании Иакову так начинается, что он говорит, давайте не будем сомневаться, подобно волне, которая то взметается, то падает. Давайте будем стоять в нашей вере, потому что колеблющийся Он не тверд во всех путях своих. Нам нужна твердость, нам нужен этот покой, потому что этот покой — это свидетельство веры, уверенности, что вы под защитой Божьей. Любое какое-то смятение просите у Бога прощения, получайте от Него подтверждение, напоминайте себе тоже. И Дух Святой работает, Слово Божье, что вы под защитой, что вы возлюбленный Божий ребенок, что ополчается Ангел Божий вокруг вас, и вы с Ним, вы под Его сверхъестественной защитой и крылом. Это не значит, что не будет сложности. Я имею в виду, могут быть сложности, проблемы, какие-то вызовы, какие-то неприятные ситуации. Но Любовь Божья всегда объемлет вас, Любовь Божья всегда наполняет вас. Сила Божья всегда с вами, и вы можете попросить также Духа Святого провести вас в молитве, покаянии, очищении, которое в любой... как мы моем руки, каждый раз контактируя с чем-то грязным, подозрительным, вообще перед едой, перед чем-то важным всегда, поэтому молитва очищения, благодарения, веры и благодарности, и всегда это будет вашим таким, ну, спутником, то, что поможет. Да, это прямо основа основ. Юля, как вы считаете, каким способом можно бесам противостоять? У меня есть лайфхак. Да, давайте три. Вот мы понимаем, нужно молиться, нужно исповедовать Слово Божье. Ну, какие-то практичные вещи тоже хотелось бы услышать. Вы сказали, когда чувствуешь, что демоны влияют на твою жизнь, может даже гормональный фон меняться, или ты чувствуешь атмосферу какая-то вот... Скажите ваши лайфхаки. У меня несколько раз в жизни была такая ситуация, что мой ребенок, у него сильный порок сердца, у него была клиническая смерть. И, конечно, я как мать, стоя в реанимации, будучи верующей, испытывала какой-то сумасшедший страх. Вы его раз и не представляете. Моя натура, она... Мозг говорил, что Юля, ты же верующая, тебе нужно как-то другими путями. Веру давай, верующий, веру выставляй. А не получается, потому что ты просто как мать, у тебя этот инстинкт работает, тебе просто страшно. И когда это происходило один раз, потом второй, потом третий, я вдруг поняла, что мне нужно менять тактику, потому что я могу так действительно потерять ребенка. И у меня просто пришло прозрение. В одной из ситуаций я вдруг осознала, что ситуация с ребенком – это одна ситуация. Там врачи занимаются, Бог этой ситуацией занимается 100% лучше, чем я. Мне нужно в этой ситуации работать с собой. И я сейчас, наверное, много родителей слушаю, которые такие ситуации переживают, когда вы вдруг очень сильно боитесь. И вот с этим страхом что делать? Я в очередной раз в этой же ситуации вдруг испытала вот этот сумасшедший животный страх матери, но тогда я себе сказала – я тебя вижу. Я вдруг поняла, что в духовном мире происходит удивительная ситуация. Дьявол хочет зайти через эти двери и начать работать уже со мной. А кому это вы сказали? Страху или демону какому-то? В духовный мир, естественно, демону, потому что за страхом стоит демон. Я сказала – я тебя вижу, и я не буду с тобой сотрудничать. Я отодвигаю тебя от своей жизни, я тебя выталкиваю сейчас из этой атмосферы. И я провозглашаю, что мое состояние, вот как Виктория сказала, это мир Божий во Христе Иисусе. Мне принадлежит мир, мне не принадлежит страх. И страх, как вы знаете, изгоняет всякую любовь, а любовь, да, изгоняет страх. И вот когда опустился мир Божий, пришла вот эта Божья любовь, в которой я вдруг убедилась 100%. Мой Бог добрый, и Он спасет моего Сына, Он изменит эту ситуацию. И с тех пор я стала этим пользоваться во многих случаях. Мне кажется, это и есть дар развлечения. В конечном итоге ты начинаешь просто понимать, что происходит в атмосфере, кто на тебя пытается влиять. Потому что есть ситуации, которые, ну скажем, до этого, да, до этого случая, они были для меня не очень понятны. Потому что мне казалось, а вдруг это Бог уже не хочет, чтобы мой ребенок жил там. А вдруг это там у меня какой-то грех, понимаете. Но это дало мне возможности стать, ну перейти как будто бы на новый качественный уровень моей веры. Потому что я стала понимать, что нет, все зависит от того, во что я верю. Как написано в 1 Петра, да, противостаньте твердую веру. И вот эта вера стала давать мне возможность, да, и говорить в духовный мир, и, соответственно, менять уже потом ситуацию. Я хочу сказать, последняя ситуация была 3 года назад, она уже не была для меня такой болезненной. И в жизни моего сына произошла, ну, удивительная ситуация, прямо на глазах было воскресенье. Вау! Может быть, в двух словах расскажете, как это было. Да, это был удивительный случай. Его кислород упал до 60, вы, наверное, сейчас уже в связи с пандемией понимаете, что это такое. Но это было не из-за коронавируса, а из-за того, что сердце перестало работать. И нас везли уже с таким кислородом по коридору. Уже врач сказал, что все плохо, скорее всего, это уже конец. И, вы знаете, дети с синдромом Дауна, они очень сильно любят есть. У них, ну, есть такая особенность, это их особенность. У них нет ограничения, как у нас, они не очень чувствуют насыщение. И мой сын, как и все такие детки, очень любят покушать. И вот представьте, его везут, я вижу, что ему плохо совсем, я вижу, что это действительно близко к концу. Я перестала, я себе сказала, что все, я не буду с тобой сотрудничать, я тебя вижу, я вижу, что это страх. Здесь будет мир Божий, здесь будет его любовь. И мне вспомнилась ситуация. Помните, это замечательное местописание, когда Иисус входил в город Наин, в переводе город Наин прекрасный. И вот он входил в этот город, и навстречу ему женщина с умирающим сыном, ее уже несли навстречу, и сын уже умер. И помните, Иисус подошел, положил, вопреки запретам ветхозаветным, что нельзя касаться нечистого, положил руку, и сын встал, да, юноша, встань. Я вдруг, его везут по коридору, и я думаю, вот она, вот она, та библейская ситуация. Сейчас это чудо произойдет. Я знаю, что навстречу нам выйдет Иисус. И вы знаете, Иисус вышел в очень интересном обличье. Навстречу нам двигался женщина. Помните, в больницах в определенное время возит еду. И она такая была в шапочке белой, значит, в халатике. И она с этими огромными кастрюлями, она ими гремела, во-первых, а во-вторых, распространялся запах. И представляете, вдруг мой сын, мой сын умирающими губами сказал, суп! И врач говорит, какой суп, ты умираешь! Я говорю, ну, смерть смерти, у нас обед по расписанию! Да, войной, войной! Это было вообще, это просто было для всех потрясение, потому что его привезли. Я говорю, слушайте, дайте ему супа, потому что, ну, потому что я верю, что что-то он будет, этот суп изменит его судьбу. Он поел, и действительно, на следующий день, он, конечно, началось такое резкое восстановление. И я понимала, это, конечно, не от супа, да, это от того, что ситуация поменялась в духовном мире, понимаете? Точно. Если бы я встала под эту тему страха и начинала вот опять вот так вот трястись и понимала, что все уже, все уже все пробало, я думаю, что ситуация могла быть гораздо более тяжелой. Я просто знаю, что мы выигрываем этим, когда мы видим, понимаем, кто на нас влияет, и его влияние отторгаем. То есть я не буду с тобой сотрудничать. Субтитры создавал DimaTorzok